Добрый вечер. Мой любимый четверг. Сегодня у меня гость Вячеслав Лен. Да, причем Вячеслав, как вы понимаете, имя, Лен, как вы догадались, фамилия. Вячеслав Лен человек знаменитейший, в своих кругах его ценят и обожают, в остальных смотрят с легкой завистью. Вячеслав Лен коллекционер, причем такой удивительный коллекционер автомобилей, старинных, раритетных, исторических, уникальных, потрясающих. Это такой несвойственный тип коллекционера для нашей страны, человек, который не вывез из нашей страны ни одной раритетной гайки. Большинство людей, дорвавшихся до какого-то уровня и приступивших к коллекционированию, норовят из нашей страны вывезти. Вячеслав Лен восполнил историю нашей страны огромным количеством экспонатов, приобретенных на собственные деньги и везенных в нашу страну. Но предыстория сегодняшнего эфира началась, как всегда, неожиданно, и она не столь всеобъемлющая, как остальные поступки Вячеслава Лена. Она началась вчера с очень вкратчивого звонка мне, когда Слава позвонил и, спросив о погоде, о здоровье жены, о том, как поживает моя тара овец, хорошие ли у меня виды на урожай, предложил покататься на автомобиле Бугатти тип 35. Такие предложения в жизни бывают один раз. Ну вот, есть очень много в автомобильной прессе, а также среди просто автомобильных специалистов людей, которые про эту машину только читали и никогда ее не видели. Есть небольшая группа людей, которые ее видели. И есть совсем редкие счастливчики, кто на ней ездил. А Вячеслав Лен так позвонил и сказал, ну, прокатиться-то хочешь? Тип 35, машинка 30-го года. 1930-го года машина на ходу с рядным восьмицилиндровым двигателем, да еще и с нагнетателем. На самом деле, с турбиной, причем механической. И вот на всем этом можно было покататься. Поэтому весь сегодняшний день пошел кувырком, именно потому что на рассвете мы встретились на Дмитровском полигоне. А профессионалы очень любят Дмитровский полигон. Это площадка специфическая. Там можно на профилях покататься, там можно на динамометрической дорожке, там можно на горных дорогах. И вот Вячеслав Лен предоставил такую возможность, а заодно и сам насладился тем, что ощутил прелесть этого автомобиля. Слав, ну скажи просто пару слов, откуда вообще в нашей стране берутся Bugatti Type 35? Но Bugatti это, скажем так, не просто легенда для автомобильного спорта мирового. То есть для этой марки Bugatti 35 это не просто эпохальный автомобиль, даже можно так выразиться. Это самая яркая звезда. Это самая яркая звезда. 1800 побед этот автомобиль принес за 7 лет его выпуска для марки Bugatti. И был выпущен в августе 2024 года. На следующий год у него было, после августа уже на следующий год было 360 абсолютных побед. То есть гран-при, 360 гран-при он занял в 2025 году. То есть это легенда, которую не превзошел ни один автомобиль мира. То есть это самый легендарный гоночный автомобиль. То есть эта машина побеждала ровно столько раз, сколько в принципе заявлялась на соревнования. Ну, фактически так. Пока не появились, конечно, серебряные стрелы. То есть германские это Mercedes и автоунионы. Но это было намного позже. Это через десятилетия практически они пришли. Да, через десятилетия. Конечно, Bugatti он не просто шагнул вперед. Он, так скажем, в буквальном смысле слова вылетел на ракете. То есть вперед своих конкурентов. И откуда они берутся? Но, слава богу, есть в нашей стране замечательные коллекционеры. У меня почти такая же ситуация, как и с Сергеем. Мне позвонил мой друг и сказал, слава, хочешь в своем журнале, но у нас есть журнал Rolling Wheels, в своем журнале написать про Bugatti 57, ой, 57-ю, 35-ю. И я тоже чуть не упал по этому поводу. То есть я не ожидал, что наши коллекционеры дорастут до такого уровня. Это очень серьезный уровень европейского коллекционера высшего класса. Это очень приятно, то есть что такие люди есть у нас. То есть это автомобиль, который в коллекции... Наличие одного такого автомобиля в западной коллекции определяет коллекционера. То есть он больше может ничего не иметь на самом деле. Если у него есть Bugatti 35, любого уровня коллекционера будут с ним шепотом разговаривать, потому что это невозможно фактически. Ты помнишь старый анекдот, когда встречаются два актера, один другой спрашивает, как дела, как там роли. Говорит, шикарно. Я 285 ролей сыграл, а ты как старик. Слушай, да я всего две. Король Лир и Гамлет. Вот это тот самый случай, когда Гамлет. И тип 35, опять-таки приятная ремарка. Эта машина ввезена в нашу страну. И, о чудо, большое спасибо некоррумпированным гаишникам. У нее номера. И эта машина на номерах, это говорит о том, что у нее Евро-4, у нее стоит катализатор, у нее номера, и она применима к тому, чтобы ездить по дорогам общего пользования. При всем при том, что, ну, мягко говоря, ездить на ней, это очень специфическое занятие. И вот когда Эторе-Бугатти сделал эту машину, ведь получается, что он создал безупречный спортивный снаряд, приводящий гонщика к победе. Он опередил время. Вот появление машины 35-й в 24-м году. То есть в 24-м году, это как раз Советский Союз в тот момент пытался изобрести телегу. И думал, а нужен ли ему паровоз? И, в принципе, не думал об автомобилях, потому что, ну, как раз мы закончили расстреливать по подвалам последних белогвардейцев и инженеров. То есть мы откатились назад. Мир в этот момент потихонечку приходил в себе после войны. А Эторе-Бугатти сделал шаг в чисто инженерном плане где-то, наверное, на 15-20 лет вперед. Абсолютно правильно. Но не совсем, ну, а в Советском Союзе... Не так трагично. Да, не так трагично. В 24-м году начали собирать из автомобилей Fiat, ранее ввезенных на завод ЗИЛ теперешний, тогда... АМА и Ф-15, да. Да, АМА и Ф-15 начали собирать из остатков, из неразграбленных запчастей после революции, которые остались на теперешней территории завода. А вспомни наш шедевральный бренд Промбронь. Это ж не какой-нибудь там руссобалтишка завалящий. Это ж Промбронь в натуре. Шутка ли сказать, да. Были и такие автомобили, но, тем не менее, к сожалению, канувшие века, что называется, но выпустившие не один броневик и не один автомобиль, а починившие. То есть они в основном Промбронь специализировались на грузовиках иностранных, на ремонте. Да, потому что от Первой мировой войны и от тихой помощи и оккупации у нас осталось некоторое количество разрозненных технических изделий, которые нужно было как-то причисать, заставить жить. Они пожили недолго и, на самом деле, передохли все. И завод Промбронь не оставил такого великого следа в истории нашей страны по созиданию чего-нибудь бронированного. Потому что после этого мы стали заниматься уже не в рамках артели напрасный труд, а даже Промбронь. Мы перешли на целенаправленное производство на спецзаводах. Но к разговору о Бугате. Что сделал Бугате? Бугате — это человек, который был талантлив настолько, что работал без чертежей. И у этих машин нет чертежей. Но он заранее знал, как она будет выглядеть. Он заранее знал, из чего она будет сделана. И тип 35 — машина наполовину алюминиевая. Уже тогда было понятно, что несмотря на огромный ее мотор, а вот непосредственно та, на которую мы сегодня с тобой ездили, у нее он еще и с турбиной. Турбированный — это поздний тип, это тип B. То есть их было всего несколько типов выпущено, этих гоночных Бугатти. То есть первый тип — это просто Бугатти тип 35, у которого было пять шеек на коленчатом валу. А восьмегоршковый мотор был рядная восьмерка. Да. Причем объемом 2 литра, о чем сейчас мало кто может себе представить. Восемь цилиндров объемом 2 литра. Замечу, трехклапанные. Да, уже тогда трехклапанные. Вот Бугатти уже тогда знал, какой должен быть мотор, какая должна быть весовая культура, и вот для этого фантастического мотора, причем у него отдача была под 100, ну, 90 лошадиных сил. 95, да. Это очень много. При том, что он... У стандартного 95, а у этого было еще больше. При том, что он не был низкооборотистым, как тогда было принято. Он уже работал совершенно в... у него полка крутящего момента была повыше. И вот при всем при том, Бугатти понимал, эта машина должна быть очень легкой, и он делал ее из алюминия по авиационным технологиям. И то, что мы сейчас опрометчиво называем кузовом, на самом деле у этой машины фюзеляж. Абсолютно правильно. И сегодня, когда мы тестировали этот автомобиль, но на холостых оборотах он просто не работает, так скажем. Он умирает, скорее сказать, этот двигатель. Но после трех тысяч он готов к взлету спокойно. Это редкое и очень непонятное ощущение, когда рядная восьмерка троит на холостых. Там нечему троить, потому что она может пятерить на холостых, шестерить на холостых, может даже семерить на холостых. Но это, по-моему, она сегодня где-то пятерила на холостых. Но как только даешь газу, оно едет. Причем Иторий Бугатти — это человек, который определил концепцию автомобиля. Он ответил на вопрос, как правильно. Потому что по этой концепции он начал машины делать уже в 2013 году. Его Peugeot BB, его маленькая машинка за ненадобностью, подаренная французам и вышедшая у них под названием BB, а на самом деле разработка Бугатти, она концептуально была как раз машиной, определившей правила игры. Мотор спереди, привод сзади, руль не посредине и рычаги тоже не вяло разбросанные по салону россыпью, а педали три. И правая педаль — это газ. Конечно. А средняя — это тормоз, а левая — это сцепление. Для тех аксиомы это не было. И инженеры того времени думали, а сколько должны быть педалей — 8 или 18. А рычагов должно быть 26 или 45. А руль должен быть возле заднего крыла или под правой передней осью. А сиденье мы куда поставим? И Тори Бугатти эти разношерстные идеи причесал и сказал, что машина должна быть такой. И вот когда он создал идеальный спортивный снаряд, победы и показали, что это тот самый случай, когда гонщик бесспорный герой, но машина его заведомо привезет к победе. Ей главное не мешать. Вот как именно не мешать гениальной талантливой машине, созданной в 1924 году. Вот мы сегодня как раз на себе и попробовали, покатавшись на автомобиле, понятным и логичным нам водителям 21 века. Перерыв на новости, потом продолжим. С коллекционером Вячеславом Леном, человеком из списка Forbes, мы сегодня с утра катались на Бугатти 35-й, выпуска 1930-го года, а модельный год у нее 24-й на Дмитровском полигоне, и брызжим маслом в перемешку с эмоциями. Один мой хороший знакомый, Поль Брак, он человек был с бензином в крови и есть человек с бензином в крови. Как-то раз ему досталось покататься на 35-й Бугатти, и у той не было моторного щита, у нее двигатель был прямо в ногах. А вообще машина, для наших слушателей уточню, она скомпонована настолько тесно, что в принципе рассчитана под женщину. Но это должна быть русская женщина с навыком тушения пожаров в избах и загоном туда домашних животных пинком, но при этом она должна обладать чисто европейскими параметрами изящества. Тоннель под три педали не подразумевает 45-й размер. 37-й это максимум. И Поль Брак, когда ехал в этой машине, коробка находится у водителя под левой коленкой, руль справа. Рычаги вынесены за борт, они находятся по ту сторону, в принципе они где-то в кустах. Если ты едешь близко к растительности, то тебе нужно в перемешку с розами и флоксами пытаться переключить передачу. И Поль Брак сказал, что я, когда прошел несколько кругов на этой машине, я вылез весь в восторге и в масле, потому что его облило с ног до головы. Здесь у нас на сегодняшнем этом экземпляре двигатель был щитом отделен, но коробка в ногах, все лыжементы фюзеляжа в ногах. Здесь же в районе памперса проходит карданный вал, он уходит машина заднеприводной классической компоновки с очень интересной расстановкой по кузову колес. Именно эту концепцию определил, например, и Сигонис, когда тихо в ресторанчике рисовал на промокашке будущий мини. Он сказал, что это должна быть маленькая машинка, у которой будет стоять двигатель поперек, а колеса будут стоять по углам кузова. И Бугатти в 1924 году на свою машину придумал именно эту концепцию, когда там, где заканчиваются колеса, там заканчивается сам автомобиль. При том, что в те времена вот эта тележная попытка вынести вперед руль, рулевую сошку и вообще еще оставить место для оглобли, для хомута и для облучка, она превалировала в инженерных умах, и автомобиль поэтому по управляемости постоянно был склонен к тому, чтобы либо уйти в занос, либо в снос. У него центр масс был, мягко говоря, неоптимален. А Бугатти все это убрал в базу, расставил колеса по углам, поставил мотор так, чтобы он был посредине машины, сместил гонщика практически на заднюю ось. Задняя ось почти не имеет подвески. Никакой амортизации? Там есть фрикцион, там некое подобие амортизатора по принципу силы трения. Спереди листовые рессоры, никаких усилителей, веревочные тормоза. Вот те водители, которых я, например, еще при жизни застал, и они ездили на газульках, она же полуторка, она же ГАЗ-А, они тоже говорили, тормоза веревочные. То есть как ты наступил на педаль, так ты и остановился. Но они-то тащили полторы тонны. А здесь-то, дай бог, если килограмм 700 есть вместе... Если не меньше. Если не меньше, потому что везде алюминий. Все правильно. И вот это все, тем не менее, сделано настолько по уму, подчеркиваю, в 125-й раз. 1924 год. Концепция автомобиля под мастерской руки Этуры Бугатти полностью соответствует концепции автомобиля нашей. Вот наша классика Жигули, то, что мы сейчас еще тихо доколачиваем по углам империи, эта машина сделана именно по канонам, сформулированным Этуры Бугатти. Бугатти это опробовал в спорте, потом это спокойно получило продолжение во всем мировом автомобилестроении. Машина ясная и понятная. Педали три такие, как у нас. Рычаг справа такой, как у нас. Ход по переключению передач. Коробка такая же, как у нас. Единственное, что с опережением на 50 лет вперед, задняя передача от себя и вперед. То есть налево-вперед. Это не у всех, но у переднеприводных хэтчбеков появилось, соответственно, в 70-80-х годах. Четыре передачи. И, конечно, мотор. Рядная. Восьмерка. Совершенно безумная. Совершенно безумная. И радиатор открытого типа, из которого водичка уходит на улицу. И, тем не менее, чрезвычайно чуткие тормоза на веревочках. А эти веревочки еще и регулируются. И руль безусилителя, который не имеет вот этого штурвального диаметра, подразумевающего гиперусилие. Нет. Нормально. Поворачивается. И все это едет. И Асидора Дункан, которая в шарфике прокатилась на сопоставимой по концепции машины, как раз и ощутила роковую близость колеса к человеку. Потому что колесо крутится. Вот подмышка зачесалась, а там у тебя колесо. Поэтому чесаться в этой машине нельзя в принципе. И шарф оказался тоже рядом. Шарфики мне сегодня как раз глумливые коллеги пару предлагали. Говорят, вот тебе какой шарфик? Вот этот вот не порвешь очень прочно. Или вот этот? Он такой... Заранее привезя с собой. Конечно. Конечно. Привезли пару невоздушных ошейных шарфиков. Да, я рассказал тебе, Сергей, про поле брака. И вот то, что у него не было торпеды, отделяющие двигатель, перегородки и салон. Так вот, эта частая очень ситуация на гоночных автомобилях заканчивалась тем, что когда автомобиль начинал на гонке кипеть, нужно было доехать до финиша. И не просто доехать, а еще и победить. То есть кипящая вода попадала на людей, они терпели, ехали. Часто очень бывало пробивало блоки, там как-то масло вытекало, и оно прямо напрямую на водителя. Но они терпели и ехали. То есть это одна из особенностей таких автомобилей было в то время. Мир был непритязателен, а люди были героями. Абсолютно правильно. Причем у этой машины, у нее электрический стартер. У нее не магнито, оно же магнета, а электрический стартер. И этот стартер находится под левой коленкой. А там, где у водителя левая нога, соответственно, у механика водителя справа, вот там находится маховик двигателя. И вот на нашей модели, на сегодняшней, это было прикрыто, но прикрыто щитком явно более поздним. Потому что вот эта решеточка алюминиевая, которую привернули, это просто кто-то из предшествующих владельцев. Потому что очень уж страшно, когда маховик двигателя у тебя крутится практически по ноге. Одно неверное движение, тем более, что педальный узел скомпонован чрезвычайно плотно. А маховик с зубьями. А маховик с зубьями. Под стартер. Да, под стартер. Поэтому там нужно вести себя осторожно. Хорошо, что прикрыли щитком. Здесь же, кстати, полностью в алюминиевом корпусе коробка передач, которая находится, опять-таки, между сиденьями там в ногах, с шедевральной по красоте гайкой для залива масла. Но по красоте, вот я остановлюсь, и коробка, и двигатель, скажу, они отфразированы. То есть там минимум литых деталей на всем двигателе. Я его сегодня подробнейшим образом рассматривал. Только впускной коллектор литой и выпускной. То есть все остальное фрезерованное из болванок. То есть головка цилиндра фрезерованная, крышка головки, то есть сам блок двигателя фрезерованный, корпус коробки передач фрезерованный. То есть нелитые. Такой красоты. Вот просто невероятно. Это плита. Просто работающая плита. То есть по-другому не сказать. Как сказал великий инженер-испытатель полигона Спиранский, Евгений Борисович, он сказал, вот посмотрите, идеальный пример двигателя, который можно собрать дома на кухне. Потому что литых деталей нет, только берешь напильничек и делаешь себе рядную восьмерочку. Работаешь, как в советское время, после работы. Да, приходишь и в клуб по интересам. Да, да, да. Но вот расскажу, например, алгоритм запуска двигателя. У этой машины, у нее есть специальный размыкатель массы. Он тоже чуть более поздний, потому что сделан уже под современные требования. В те времена он выглядел по-другому. Это сейчас просто рычажок. Находится под сидением. Значит, аккуратно сгибаешься, руку под сидение, размыкаешь массу или замыкаешь ее. Справа по борту, по фюзеляжу, внутри салона проходит бензопровод. Краник 3 оборота против часовой. Открыл доступ бензина к двигателю. Слева огромное рычажище торчит из торпеды. Это опережение зажигания. Его в крайнее верхнее положение. После чего еще одна масса кнопка. Пальцем ее щелк вправо. И под указательным пальцем большая кнопка запуска двигателя. Вот после этого он говорит. А по глушителю это практически то же самое, что танк, идущий в атаку. По звуку, по шуму, по экспрессии, по натиску и по ощущениям это нечто среднее между по два в пике, когда ты слышишь и видишь и чувствуешь эту машину, и танком БТ-7, идущим напролом. Или Уралом без глушителя. Грузовым. Ну, вообще, Запорожье без глушителя тоже мог доставить тебе такую радость, что он при этом оставался только лишь запорожьцем. А здесь все-таки техника высоких достижений. Это близко к танку. Это близко к чему-то, к какому-то снаряду. И вот выполнив весь этот ритуал, наступаешь на педаль. Причем нужно постоянно подгазовывать, потому что нету подсоса, как бы, например, это было на классических «Жигулях», «Москвичах», «Победах» и «21-х Волгах», правой педалью, которая даже на педаль не похожа, поскольку это ролик элегантный, ездящий по подметке сапога. И вот на этот ролик нужно давить, у него цепной привод, невероятный такой велосипедный цепной привод, и поддерживая газом, выжимая до упора педаль сцепления, а педаль сцепления можно продавить до упора только специальной палочкой, потому что нога обычно туда тоже не пролазит. Либо просишь какую-нибудь блондинку с 36-м номером, говоришь, туда, пожалуйста, не 6-м, а 36-м, наступи. Либо выкручиваешься сам, а слева тебя сейчас закусит маховик двигателя. Все правильно. И передача, первая передача, она, как у очень многих машин, даже сейчас, налево к себе, то есть налево-назад, это первая передача, и постоянно подгазовывая, плавно отпуская сцепление, под фантастический звук рядной восьмерки, это рев. Вот это тот самый рев, который глушит все живое. По-моему, птицы замерли на полигоне. Эта машина, причем она готова ехать сразу. Ей не нужно момент обдумывания, ей не нужно момент схватывания. Она говорит, все, несемся, побежали, полетели. Наступаешь на педаль, и эта штука несется, но поскольку двигатель у нее, ко всему прочему, эластичный, на первой передаче, не как на «Жигулях», не нужно сразу уходить на вторую. На первой передаче получаешь, ну, где-то, наверное, так с нуля до сорока километров в час. Дальше переходишь на вторую, это налево от себя, вторая передача, дальше, пожалуйста, третья, четвертая. Причем вот у конкретно этого экземпляра первая и вторая самые боевые. Особенно, когда на вторую уходишь уже где-то по оборотам, наверное, тысячам к четырем, это получается не танк, это получается самолет. Это такой штурмовик Л-2, несущийся. Я со стороны смотрел на него, но он не напоминал истребитель, он напоминал большим бомбардировщиком. Он так ровно шел, он даже в повороты заходил, как тяжелый бомбардировщик. Это просто караул, то есть так красиво. Конечно, я сегодня любовался этим автомобилем, он безумный. То есть у него с правой стороны руль, о чем мы рассказываем, я не обратил внимания, сказали мы или нет. То есть это такое управление необычное, но автомобиль двигается настолько шикарно, настолько богато, так скажем, ну то есть если применимо такое слово, то есть на таких автомобилях, в принципе, кто едет, ему уже не надо никуда спешить. То есть ничего больше в жизни не нужно доказывать, и никому абсолютно. То есть автомобиль просто вверх элегантности. По довоенным автомобилям это считался самый-самый элегантный автомобиль, самый красивый. То есть ничего красивее не было сделано до начала войны. Ну, те, кто в интернете уже сладострастно нашел картинку Bugatti 35, они, я сильно подозреваю, поверили нам и даже предположили, что это самая красивая машина. Она по сию пору непревзойденная. Лучше нее может быть только 41 Bugatti. Купе Наполеон. Ну, это 41 Bugatti, это дорогие, богатые автомобили, то есть роскошные. После новостей. Вячеслав Лен в гостях, коллекционер, и весь эфир сегодняшний посвящен ослоняловским эмоциям по поводу Bugatti Тип 35 1930 года выпуска, 1924 модельного года. Слав, со стороны-то как? Продолжи вот эту эмоцию, как оно едет. Ведь изнутри ты чувствуешь машину стабильной настолько, что буквально через 100 метров, понимаешь, ей можно доверять. Но автомобиль со стороны смотрится, конечно, я еще раз повторюсь, да, и не побоюсь этого слова, сверх богато. То есть я почернул, что он с правосторонним рулем. Все гоночные автомобили до войны были праворукие. То есть все гоночные автомобили. Это и серебряные стрелы, все самые, то есть от Мерседесовские, и Аусы все. Ну, хоть у Ауса, в принципе, и по центру руль быстрее был, чем справа. Ну, да, потому что машина была, скорее, все-таки одноместная. Одноместная, да. Но считался таким, ну, сверх хорошим тоном, вот именно в те годы, праворукий именно автомобиль иметь. Хоть в Европе, во многих странах был уже левосторонний руль. То есть вот, например, во Франции и в Италии до конца войны был еще правый руль официально. Так как Bugatti в основном делались для Франции, то есть мы сегодня даже сфотографировали табличку на этом Bugatti, а там написаны все заказчики с мира, кто заказывал эти автомобили. То есть основное количество это заказчиков были Франции, значительное количество Германии. И отчего мы просто удивились, был заказан автомобиль в Россию. То есть, ну, написано, видимо, это в СССР, так как это от 24 до 31 года автомобиль выпускался. Вот меня удивило, кто в СССР мог заказать такой автомобиль. То есть вот просто невероятно. Ну, кто-то из тех, кто строил для пролетариата светлое будущее. Они же бессеребрянники были. Возможно, да. Но это сверх был все-таки дорогой автомобиль. Это же чистый гоночный автомобиль. Причем, при том, это сама по себе удивительная подача. Под капотом у машины каталог выпущенных с номерами экземпляров с указанием всех стран, куда он пошел. Потому что ведь, по сути, эта табличка... С номерами шасси. Да. Ведь эта табличка под капотом означает вот то, что мы сейчас называем каталог... Регистр. Да, Регистр. И там есть слово Россия. Причем не РСФСР, а что бы то ни было. То есть именно Россия. Но мне приятно стало, когда я вычитал Россию. То есть... Да, мы о своей родине узнали еще что-то, то, чего явно не знали. Потому что про Бугатти на территории России как-то вроде никто ничего не слышал. Ну, две было, но я не знал, что с нашими корнями было прямо. То есть две было. Еще в Москве в 70-е годы считалось, что от двух где-то остатки гуляют. Ты имеешь в виду большие или маленькие? Потому что в конце концов Пежо Бебе тоже Бугатти. Мне доставались запчасти от одной из Бугатти. Это была большая Бугатти явно. То есть а маленькая Бебе Пежо, она так и есть здесь. То есть в Политехническом музее это Александр Кузнецов. Да, да, да. Он к нам, кстати, тоже приходил и рассказывал о том, как его семья долгие века владеет этим удивительным шином. Он замечательный человек и очень интересный. О, Александр Иванович. А потом, кстати, Александр Иванович пришел и рассказал о своей коллекции ламповых радиоприемников автомобильных. И когда он начал рассказывать подетально из чего состоит каскад, вот это было глубоким проникновением в тему. Ну, у Бугатти радиоприемников не было. Кстати, у этой машины, на которой мы конкретно сегодня ездили, у нее даже не было фар головного освещения, потому что... И к чему? Далеко не всем они были нужны. И, кстати, вот те самые 6 экземпляров 41-х, которые тип 41, рояль купе Наполеон, у одной из них точно не было фар, потому что хозяин, ткацкий магнат, сказал, что я не собираюсь ездить ночью. Только испортить могут. Конечно, да. Зачем? Это был совершенно роскошный родстер, более 6 метров длиной и объем двигателя 12 литров. То есть это по сей день этот автомобиль считается эталоном красоты. Это про 41-е, это не про 35-е. Да, это про 41-е. Это автомобиль, который, к сожалению, был утрачен, и его сделали реплику, и реплика находится в музее Мюльхаузен, ну, Милузе, музее братьев Шлюмф. Кстати, вот по Бугатти, настоящая мекка для любителей вот гоночных автомобилей, в частности Бугатти, в одном месте собрано 250 автомобилей Бугатти. Это Милуз, это во Франции, рядом с Базелем, это где три страны соединяются между собой, Франция, Швейцария и Германия. Безумный музей, рекомендую всем. Просто был уже раза четыре, и до сих пор говорю, когда едем там с друзьями, я говорю, давайте заедем обязательно. Я получаю всегда удовольствие от этого музея. Ну, в Милузе нужно на самом деле ехать с ночевкой, причем не с одной, потому что экспозицию Милузы обойти за дней пять не получится. Абсолютно. грандиозный совершенно музей. Так вот, по поводу этой 35-й. 35-ю выпускали достаточно долго, и было довольно много моделей, и вот именно на ней сам Этторо Бугатти как раз и пытался опробовать, что же такое нагнетатель, что же такое турбина. Он экспериментировал, при том, что сам, как известно, вошел в историю человеком, который не очень верил всем этим нагнетателям и турбинам, предпочитая нормальную реакцию двигателя, наступил и получил. Поэтому всякие рядные восьмерки для него были ближе и естественнее, чем автомобили с какими-то там хитрыми чудесами. Но вот эти хитрые чудеса он, конечно, под капот инсталлировал так же блистательно. И вот что интересно, ты говоришь о том, насколько красиво это смотрится. Машина действительно шедеврально красива. Она маленькая, изящная, но она чрезвычайно красивая, потому что Этторо Бугатти он был эстетом во всем, причем он был инженером-эстетом. У него фантастической красоты любой колесный диск. У него фантастической красоты рулевая сошка. У него невероятной красоты рессоры. Передняя подвеска. Передняя подвеска. Я сегодня рассмотрел, просто залюбовался. То есть невероятно. И каждая деталь сделана не по принципу ZIL-130, чтобы не сломалась. Она сделана на пике вдохновения. Произведение искусства. Я, кстати, очень часто вижу у коллекционеров в Европе отдельные какие-то агрегаты от Бугатти. То есть вот просто стоят, инсталлированы в бюро где-то или еще что-то. Вот просто детали от Бугатти. То есть настолько их вот в мире признают как искусство техническое. И авторство каждой из этих деталей, оно именно принадлежит Бугатти. Потому что не было чертежей. И Торо Бугатти приходил и работал из головы. И это очень сильно мешает по сей пору реставраторам и историкам, потому что нет исходного материала. Нет возможности по синьке посмотреть, как это выглядело. Потому что это не выглядело никак. Это выглядело только так, как это сделал сам отец основателя. Как у него было это в голове. И когда он создавал машину, он приходил и говорил вот здесь удлинить, вот здесь покороче, здесь вот так, вот здесь вот согнуть, здесь обработать. А вот эту деталь я вам сейчас покажу как нужно сделать. Вот это мастерство одного человека оно вдохновило целое производство, потому что машина была серийная. И это был уже все-таки худо-бедно конвейер. По нашим меркам конечно это мелкосерийная, но тем не менее это был один тип автомобиля, где каждая деталь была проникнута вдохновением мастера. И каждая деталь именно по этой причине может служить отдельным предметом поклонения. Показываешь ее и говоришь вот это Бугатти. Это бесспорно Бугатти. При том, что вот например крышка радиатора, которую мы сегодня многократно откручивали, чтобы долить водицы. Ну это просто была функциональная вещь. Латунная с резиновым вкладышем. Но она была потрясающе интересно сделана. Не просто с насечкой, а такая в шашечку. Она была даже она была с тем самым оттенком души человека, который и ее делал только в состоянии вдохновения. Потому что в этой машине нету ничего, что было бы сделано по принципу ну надо прийти на работу, надо наверно встать к станку, надо наверно поработать. Э нет. Вот как у поэта складывается только потому, что муза пришла, вот так у Этура Бугатти создавался автомобиль. При том, что ведь Этура Бугатти был человеком, который диктовал каноны. То есть он был как Леонардо да Винчи, который знал, как правильно, другое дело, слушали его или нет. Этура Бугатти в своей области был сопоставимым по уровню знания человеком, который знал вот так правильно. Вот это должно быть так. И вот, например, даже просто углы установки передних колес. вот это знание человека в 2024 году, как стабилизировать машину напрямую и как дать ей возможность на пределе скорости войти в поворот с тем, чтобы абсолютно четко она оставалась в управлении у водителя. Потому что она по стабильности своей, по тому, как она входит в поворот, по тому, как она выходит из поворота, это сегодня недостижимо на зависимых рессорных подвесках ни у одной автомобильной фирмы мира. Отчего еще удивился сегодня рассматривать ту же самую переднюю подвеску, когда автомобиль входит в поворот, то есть для него очень важно, чтобы нагрузка на колеса при торможении была правильно распределена, то есть чтобы одно колесо медленнее другого тормозило. Там сделана система тросиков, то есть причем самым примитивным образом, система тросиков нагрузка распределяется по колесам, то есть при повороте, то есть вот для меня это настолько удивительно было, это некая система АБС в то время, но примитивным образом сделанная, но которая функционирует. Это даже система ЕСП, это курсовая устойчивость, причем исполненная на механическом уровне, просто талантливым человеком, который знал, какой тросик, где должен быть. Как должен поджать, в какой момент, вот просто удивительно, то есть рассматривая сегодня это, мы все вместе были буквально шокированы на Дмитровском полигоне, то есть от увиденного. При том, что подвеска компактная, состоит из трех деталей, чрезвычайно легкая и невероятно прочная. Абсолютно правильно. И механический привод позволяет тебе на любой скорости чувствовать этот автомобиль. И когда за руль, например, сел Евгений Борисович Спиранский, он, как мастер высочайшего класса, на первом же кругу уже, что называется, присидевшись к машине, начал провоцировать ее на занос, он уже проверял, как она пойдет. Было понятно, что вот он ее выставил по траектории, осталось только чуть-чуть довернуть рулем, и она у него пойдет в занос. Просто он, ну, пожалел, и мотор старый, разваливать. Тем более на Дмитриевском полигоне за последние 40 лет асфальт не перекладывали. Поэтому... После революции точно нет. После двух революций точно не перекладывали. Но машина сразу отозвалась на этот маневр. Пожалуйста, хочешь, мы сейчас тебе все это сделаем. Еще что здорово, у этой машины нет крыльев, у нее колеса, соответственно, видны, и в любом... Как в самолете ты видишь точку захода, например, на аэродром или на цель, так в Bugatti 35 ты прекрасно видишь, где у тебя какое колесо. Ты можешь посмотреть справа и увидеть у себя крутящееся колесо, посмотреть, что там у тебя под колесом. И ты видишь вперед, куда именно у тебя рулем и колесами машина попадает. И если есть какой-то сложный момент, который нужно объехать, пожалуйста, вот она тебе позволяет это великолепно сделать. Это такой наичестнейший вариант партнерства человека и автомобиля. Автомобиль дает тебе все типы подсказок, все виды подсказок, на которые он способен, при том, что это мощнейший, серьезнейший спортивный агрегат. И вот я представляю себе, как оценили те гонщики, кто на них выступали. Они получили в руки безупречный, совершенный спортивный снаряд. Столько побед, совершенно закономерно. 1850 или 1860 гран-при простой автомобиль бы никогда не выиграл. При том, что конкуренты тоже не были утюгами и простофилями. Это были довольно неплохие машины. И очень много интересной техники рубилось параллельно. И тогда же, например, был великий Лянчо. И он тоже делал машины Будь здоров, в какие. Альфа-Ромео. И Альфа-Ромео стоит. Да, тогда еще не было Серджио Маркионе, который убил эту марку. Впрочем, как и Лянчо, тогда это были совершенно самостоятельные бренды. И их инженерная школа была во многом чрезвычайно высокой. Но Бугатти сделал машину, которая опередила время. Вот как, например, в 1955 году появился Траксион Аван Ситроен. Машина с передним приводом, которая опередила человечество лет, наверное, на 20. Который, кстати, Фердинанд Парше. Нет, ДС-19, прости. Траксион Аван 34-й год, 36-й, передний привод, тоже было опережение времени. А потом появилась когда богиня ДС-19 на гидроктиве, несуществующем, но тем не менее изобретенном. Вот такие рывки они были, опять-таки, это Франция, Торо Бугатти многим на слух кажется итальянцем. На самом деле ничего подобного. Тем более, он французский дворянин с итальянскими корнями из той немецкой территории Франции, которая Эльзас. Приятно, и русские там отметились. Был совершенно шикарный кузовной ателье Савчик. Славянин. Переход на новости. А также с Вячеславом Леном, коллекционером, сегодня мы брызжим эмоциями по поводу Бугатти Тип-35. У этой машины, что мне очень понравилось, у нее довольно много деталей, применимых и в наши дни. В том числе, потому что уже тогда, в 20-е годы, они таковыми и были. Вот не многие задаются, например, вопросом, как выглядела свеча зажигания в 20-е годы. А вот именно так, как она сегодня выглядит. И на вот этой Бугатте стояли свечи НЖК. И нормально они работали. Причем в инструкции по эксплуатации, а иностранцы, вежливые ребята, они когда машину эту в дальнее плавание отправили в Русь, за океанскую, за морскую, там где-то за горами, они снабдили ее кратким описанием, как ей пользоваться. И они порекомендовали заливать 98-й бензин на нее. При том, что в момент рождения октановое число, наверное, 50 уже было рекордным. Абсолютно правильно. То есть, для меня такое удивление было, когда 98-й бензин увидел, но я даже не знаю, что сказать по этому поводу. То есть, у нас до конца войны в лучшем случае 60-й. То есть, это в лучшем случае. А вообще так, 40-й, 50-й, я так понимаю. Ну, и Студебекер у нас же был вместе с нефтяной бочкой, потому как вот тебе машина, вот тебе масло для того, чтобы его двигатель был чистый. Сайе 30. Да. Вот тебе смазка для шрусов, а шрусов в СССР тогда не существовало, а у Студера он был. И бензин, потому что Студер ездил на 95-м. Все правильно. Которого у нас не было. не было, поэтому у нас на самом деле ничего не было. Но это отдельная страница, это как-нибудь в следующий раз. Вот Бугатти 35-я. 35-я, это не подумайте про год. Год у нее как раз модельный, 24-й. Автомобиль легкий в управлении. Автомобиль очень честный, автомобиль очень понятный. И подобного уровня мастерства поздние инженеры другой школы в разных странах достичь, как правило, не могли. Хотя вот этот автомобиль став эталонным по управлению, по тому, как он задуман, по тому, как он исполнен, во всех остальных нашел свое воплощение. Все наши машины 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов они сделаны вот точно так же, как Бугатти проектировал свою машину в 24-м. Причем этот сверхавтомобиль для того времени и побоюсь этого слова абсолютно не требовал специальной подготовки своего водителя. То есть это обычный, совершенно обычный водитель автомобиля мог сесть и стать чемпионом. То есть у которого было все в порядке с головой и все в порядке с чувством самосохранения. То есть они становились таким образом чемпионами. Во-первых, не случайно именно поэтому так много фотографий с этой машиной из тех времен рядом обязательно женщины, потому что и женщины управлялись с этим. То есть женщина тоже человек и если в принципе показать как это работает, то она поймет и на подобной машине это было возможно. Потому как на машине 24-го года выпуска большинства других фирм должен был специальный механик, если можно еще трое которые с подсказками и с навыками. Как для Ford T отдельные права в Америке требовались. То есть во многих штатах отдельные права. То есть если интересно я два слова отвлекусь Ford T у него левая педаль у него три педали значит ручка газа и ручка опережения зажигания на руле. То есть вы газуете не ногой а опережение зажигания которое то есть газом и опережением зажигания с левой стороны опережения с правой стороны газ. То есть а педаль переключения передач то есть рычага классического нет. То есть педаль вы выжимаете в пол это первая скорость. Затем вы ее откидываете назад это вторая когда вы ставите между первой и второй это нейтральная передача и вы выжимаете вторую педаль это задняя скорость то есть вторая педаль третья же педаль это тормоз то есть вот такое управление было у и с левой стороны находился с левой стороны ручник находился который был синхронизирован с третьей педали вот такое управление поэтому во многих штатах в в америке требовался дополнительные форсу феррешайн как право да кар лицензия да 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 все притом что тогда мир уже ушел вперед а до соответственно 27 года то есть в те времена когда бугатти уже выпускал свои машины форте оставался таким же незыблемым архаичным и в том числе ездил по европе генри форд думал что изобрел новую лошадь вот в этом была большая ошибка он упустил рынок в какой-то степени понятно что он потом наверстал но он никогда не стал дальше таким же великим каким был десяток там двадцатых годах то есть начали но он посадил америку за руль и массовостью и снижением цены показал что оказывается возможность сделать из фетиша и предмета роскоши товар бытового употребления все правильно бугатти 35 это прямая противоположность абсолютно да это была машина которая изначально задумывалась в небольшом количестве под спорт с искрой гениального таланта кстати к разговору о ручнике у бугатти тип 35 у нее классный ручник он не ручник он это это специальный рычаг для управляемого заноса да да то есть у него два рычага справа по кузову этого автомобиля переключение передач и еще один вынесенный вперед рычаг от которого трос идет к задним тормозным механизмом и многие по ошибке считают что это ручник а на самом деле нет это в самой экстремальной гонке чтобы закинуть зад дергаешь соответственно этот рычаг у тебя как определенным усилием который тебе нужно причем причем рычаг не хватает в мертвую он в этот момент исполняет функцию то есть ты на себя потянул он колодки зажал после чего ты его отпустил и он отпустил эти колодки то есть нет гребенки классической наши на чем фиксируется ручник да он не фиксируем просто подтягивается это просто для того чтобы привести победе для красоты при том что короткая машина с таким избыточным мощным двигателем она в принципе управляется и без этого но иногда нужно же с кем-то попадаться на в створе ты входишь уже финиш тебе нужно уже пожалуйста ты обошел это тот самый момент когда с легкостью исполнить можно и это бугатти прекрасно понимал людей для которых он делал эту машину он знал что это будет востребовано и приведет людей в том числе к победе и гонщики это оценили потому что такую штуку мало кто додумался поставить но вот кстати сегодня пока я ехал на этой машине я рукой постоянно я вел ее одной рукой правой потому что пока как только вышел на третью передачу уже практически режим автомата а левой рукой я держал опережение зажигания потому что опережение зажигания нужно было удерживать параллели положение а она постоянно на кочках норовила уйти вниз и тем самым сбить зажигание я упал поддерживал вот там не хватает какой-нибудь палочки елочки либо той самой гребенки которые тянуть гребеночка надо просто пожестче с 30-го года она просто по износилась немножко но тем не менее получалось что рабочих органов управления у этой машины это педаль газа руль и опережение зажигания в левой руке но с 30-го года зато сколько людей стали счастливыми поддерживая этот этот рычаг на гребенке опережение когда давит пол газ вот опережение зажигания чем интересно когда вы выдавили в двигателе все что называется подкидывая рычаг опережение зажигания то есть делая раньше его автомобиль просто стреляет такое ощущение что еще одну скорость включили то есть это невероятное вообще как бы изобретение которым очень сильно пользовались двадцатых годах в тридцатых годах на мотоциклах и на автомобилях то есть я вот вспоминал ford t на нем это но нормальный абсолютно атрибут был один из опережения один из тех тридцати восьми органов управления автомобилем которые дали ford t все шоу богате их было поменьше но тем не менее здесь машина поскольку была рассчитана все-таки под спорт в первую очередь либо под такую хорошую дальнюю дорогу вот то что со временем потом выразилось вылилось класс гран-туризму но сидящий слева он не был пассажиром это был соучастник управления потому что особенно у турбированной версии слева было еще дополнительно две рукоятки насос и дополнительный рычаг который при определенных условиях механик должен водитель мог дотянуться но это была прерогатива механика вот экипаж из двух человек точно к победе приходил на этой машине докачивал все правильно там даже интересный момент такой был можно было изменить давление насколько я вот вычитал да то есть давление в двигателе то есть на больших оборотах можно было докинуть вручную то есть вот механик сам должен был догадаться когда это сделать ну по звуку а со звуком там все в порядке за звуком да это действительно это по 2 до на бреющем полете то есть ну в общем это это какая-то даже более титаническая конструкция чем по 2 но на бреющем полете и что здесь хорошо машины летние природа расступается природа расступается в панике дмитровский полигон конечно еще не такой видал но здесь деревья точно разбежались во все стороны и я понял например почему шлем должен быть намертво пристегнут к голове потому что его сдувает лобовое стекло крошечная с маленькую открыточку такую фоторамку символическое абсолютно символически крыльев нет если ты въезжаешь в лужу ты получаешь по полной программе и зато же жаешься да и ты слышишь и ты чувствуешь пульс этой машины и ты видишь как в ней все работает а поскольку у тебя фюзеляж он же лодочного типа ты видишь как у тебя в ногах потихонечку нарастает лужица масло это тоже в живом организме в порядке вещей и потом когда приехал останавливаешься она еще вся клокочет от двигателя идет невероятный совершенно жар облокотиться вот так вот небрежно как это во многих фильмах люди себе позволяют а капот после поездки на bugatti 35 невозможно подойти к радиатору но только если с намерением насушить грибов или скипятить чайничек потому что даже пробку радиатора нужно отворачивать в крагах перчатках для чего в крагах всегда ездили в то время да потому что не ухватишься абсолютно это все раскаленное она все в бою еще и вот когда и приехал остановился и поставил в нейтраль придержал ее тормозом а дальше тумблером отсекающим электричество гасишь машину щелк она будет после чего нужно закрутить кранчик подачи топлива отключить массу и посмотреть что там у нас капает из радиатора ну в общем радиатор сливает на улицу главное что водитель этого автомобиля сливается в абсолютном экстазе с этим абсолютно есть сразу вот просто то есть они становятся неразлучными то есть вот меня просто нет нет момента привыкания и нет момента опаски эта машина она стабильно настолько она настолько по-современному стабильно она настолько понятная что не нужно к ней относиться с недоверием она сразу будет сейчас я тебе все сделаю я тебе сейчас все покажу что могу а то уже оценишь нужно тебе это или нет 1800 гран-при то подтвердили не было у bugatti ни до этого такого великого автомобиля не после то есть это считается среди bugatti самым великим гоночным автомобилем 1924 модельный год вот сегодня у нас разговор с вячеславом леном посвящен конкретному автомобилю а вообще поскольку лен в нашу страну привез очень много удивительных коллекций знаете как у супостата из-под носа вырвал раритеты для того чтобы мы получили возможность это посмотреть привез сюда очень много техники начиная например ну условно говоря понятных всем командирской машины маршала жукова на которые он половину второй мировой прошел я нашли до мне бучин его водитель к сожалению покойный четыре года назад умер показал просто место где они бросили сорок третьем году удивительно этот автомобиль который даже трофеем нельзя назвать который был в посольстве на котором риббентроп когда приезжал катался это автомобиль с перекатыш военный хорик 901 но который был закамуфлирован в лимузин то есть на нем кузов от лимузина стоял от автомобиля лишь два осталось две фотографии вячеслав лен и вот обо всем этом и о его коллекциях в следующих эфирах спасибо слав